Теперь официально плохая новость. Не дай бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг, положим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Что делает Оля? Во-первых, Оля, как я сказал, не дура и понимает, что им кирдык, лапки. Но вот это вот словосочетание, мы не одержим победу, значит мы проиграем. Они об этом все чаще и чаще говорят, но претензии будут каждому, каждому пропагандисту, Оля. И у тебя есть мой телефон, когда тебя будут судить в ГААГе, я приеду и выступлю свидетелем защиты. Но Оля пытается поиграть в игру, которая называется «Народная война». Российские братья, вставайте, вы должны идти под бахмутом истощаться и умирать. Да? Потому что что? Потому что Олю могут сдернуть? Безотносительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит в прямом смысле слова и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации. То есть, смотрите, как получается. Конечно, когда речь идет о фашистских режимах или о фашистской России, то, конечно же, ответственность на всех. Если мы говорим о гражданах, это, в первую очередь, моральная ответственность. Но это вот сейчас действительно происходит, когда с российским паспортом человеку сразу нужно доказать, не нацист ли он. Но, подождите, как Олечка разделяет ответственность на всех? Мол, человек, который продает беляши на Белорусском вокзале, и она, мол, это одинаковые функции в части ведения войны. А это же не так. И давайте еще раз об аресте российских граждан. А кого? Вот сейчас просто вал, понимаете, вал народ с российскими паспортами. То есть, я же всегда вам говорил, что если человек с российским паспортом, это не значит, что он кретин и фашист. Ну, кстати, и не значит, что нет. Надо разбираться с каждым отдельно. Слушайте, количество беженцев, беженцев или желающих свалить в Соединенные Штаты, исчисляется тысячами, через Мексику заезжают, получают некоторые убежища. Но главное, попасть туда, вот в эту вот, где родители один и номер два, как говорит маньяк. Ну, нет, Оля, мы за тобой смотрим, мы за тобой наблюдаем. У тебя не выйдет, не выйдет разделить ответственность. Звони, я дам показания в твою защиту. Наша жизнь, будущее, в том числе, сколько-нибудь беззаботное тоже стоит на кону. А вот здесь об беззапотной жизни Олечка говорит исключительно о себе. У нее действительно, ну, все нормально. Единственное, что надо последнее время, последних девять месяцев слишком много эфирить в прямом эфире. Но нон-стоп, да, у станка. Разжигать ненависть к Украине. Объяснять, почему это нормально убивать людей в другой стране. Женщин, детей, мужчин, военных. Военные объекты бомбить. Послушайте, а кто вам дал вообще вправо? Что за дискуссия? Военные объекты бомбить можно, а гражданские нет. М? Не-не-не. Вы же слышали, что трибунал создается. А Олька нервничает. Маргарита нервничает. Мария Захарова думает, что ей нервничать не надо, потому что у нее зеленый паспорт. Ну, в смысле дипломатический. Но поверьте, когда станет вопрос о весельце, хотя сейчас все такое гуманное стало, такой опции очевидно не будет. Гаага, Гаага-мама, ждет Ольку и не только Олечку. Но чтобы без гаагских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсации, репарации, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира. Один волос упадет с головы Путина, и мы превратим в пыль и Ленгли, и Белый дом. Насколько целесообразно, насколько мы можем действительно выводить какие-то временные рамки прочности Путина и его способности вести войну хотя бы на каком-либо уровне? Ну, Питер, здесь очень трудно отзывить наше желание от реальности, понимаете? Мне бы очень хотелось, чтобы война закончилась быстрее, закончилась полной победой Украины. Причем я это хочу и из симпатии к Украине, и понимания того, что Украина жертва. Тут сейчас очень хорошо сказал Папа Франциск, сказал замечательную фразу, я вот видел его интервью, что я считаю, что, он считает, что украинский народ – народ-мученик. Но если есть мученик, значит, есть кто-то, кто его мучает. Вот тот, кто его мучает, должен проиграть. Я хочу, чтобы жизнь была так устроена, чтобы зло наказывалось. И поэтому я очень хочу победы Украины. Кроме того, я хочу победы Украины по абсолютно прагматическим соображениям, и таким, ну, не эгоцентрическим, а национально-центрическим, что ли. Я думаю, что победа Украины – это необходимые условия возрождения России. Необходимые. Недостаточно, но необходимые. Вот. И я думаю, что, допустим, у меня появится шанс вернуться в Россию, чего я очень хочу. Я не хотел уезжать. Только после вашей победы. Так вот. Мы не можем очень трудно отселить наше желание от анализа. Тем более, что у нас нет, практически нет информации. Ну, хорошо. Я говорил с очень компетентным человеком, который мне говорил, что на месяц ресурсы есть, а дальше их нет. Но, может быть, он сказал неправду, может быть, он обманывается, может быть, там еще что-то. Может быть, он при всей своей высочайшей компетенции и информированности, может, он все-таки не все знает. Возможно. Возможно. Допустим, что-то говорят украинские власти. Но мы же понимаем, что в условиях войны их задача не информировать нас, не давать нам правдивую информацию, а создавать политические условия, которые облегчают победу украинских вооруженных сил. Это тоже, естественно, вполне. Поэтому я не знаю. Но, вы знаете, меня не оставляет тревога в последнее время. Я что-то стал сильно волноваться. Это наши ближневосточные гены с вами, Леонид. Мы постоянно волнуемся. Возможно. Возможно. Вы знаете, после Херсона. После Херсона. Как раз. После блестящей победы в Херсоне. Понимаете, что дело? Я боюсь, что время сейчас на стороне Путина. Почему? Смотрите. Ваше преимущество в языке технологичное оружие. Ну, кроме героизма, морального духа, это, конечно, никуда не денется. Это понятно. Но, если так совсем считать, то это технологичное оружие, которого у Путина нет, а у вас, слава богу, есть. Но оно поставляется вроде не так быстро, как обещалось и ожидалось. И пошли разговоры, не знаю, правда или нет, но пошли разговоры, что американские генералы говорят, ребята, нельзя столько оружия давать украинцам, потому что у нас у самих мало остается. Это нарушает обороноспособность Соединенных Штатов. Я не знаю, правда это или нет. Я даже не знаю, правда ли, что они это говорят. Позиция президента Байдена вроде другая. Но и там Столкман, верля. Но, в общем, это что-то пошло. А на стороне Путина, что на стороне Путина? Несчастливые людские ресурсы. Он может кидаться в эту топку сколько угодно. Это у нас говорят в Украине, сейчас армія российская не сильная, но долгая. Підпишите на канал и не пропускайте новое видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!